Славься, славься ты, Русь моя! Славься ты, русская наша земля! Да будут победить веков всегда! Любимая наша родная страна! У нас сегодня праздник, великий праздник общественного мнения, который вы возглавляете. Спасибо. Я считаю, что этот год был поворотным именно в сторону русского вектора. Как 200 лет назад повернули Наполеона, сейчас мы эту западную модель повернули в сторону России. И президент вынужден был обратиться к нам уже лицом, а не спиной. И мне кажется, что как раз следующий год и 2014 год мы должны обязательно, я готовлюсь к юбилею 2014 года. Но юбилей это поводы. Совершенно верно. А причина, это мы должны отстаивать наше Отечество. Совершенно верно. Всегда, до победы. Совершенно верно. Так что вывелся у вас пример. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, вы сегодняшний такой день, он праздничный, почти два часа пролетели мгновенно. Это благодаря вашей такой энергетике и необыкновенному такому духовному состоянию, обаятельности артистической. Понимаете? Вот это очень редко бывает. Наряду с огромным диапазоном знаний, то, что вы сегодня сказали, почти фактически, чуть ли не историю всей Земли. Ну, это вводная лекция. Но я надеюсь, что и когда читатели, мои слушатели нынешние придут на семинары, на лекции, там они пощупнут уже более конкретные знания. Ваши лекции необходимы самой широкой аудитории, особенно молодежи, особенно молодежи, общеобразовательных школ, студентам, вообще людям, которые... У нас же есть общественное мнение. Оно, правда, не очень достаточно организовано. Но вот таких, таких замечательных ученых, публицистов, таких ораторов у нас не видно. И я для себя сделал сегодня открытие. Я убедился, что вы личность и личность, которая сегодня необходима нашему времени. Только нужно за ним организовывать это все. В политехническом, сделать в колонном зале, понимаете, в Государственной Думе. Нужно как можно вас шире предоставить московской и российской общественности. Нам нужны сейчас кадры. И вот эти семинары, они подготовят кадры под вашим руководством, которые будут не только организовывать московскую общественность, российскую общественность и мировую общественность. Мне кажется, что благодаря таким лекциям, которые мы слышали сегодня, которые мы имели честь сегодня слушать, мы будем больше, лучше знать о своей родине, а значит и будем любить ее крепче. Такую лекцию, конечно, нужно выносить на широкую аудиторию, на молодежную аудиторию, чтобы об этих процессах, об этих явлениях, об этих сложных вопросах знало как можно больше наших соотечественников. И не только у нас в стране, но и за рубежами нашего Отечества, поскольку русский мир – это целая вселенная. И мне кажется, что такие лекции, как у Павла Владимировича, они вселяют надежду на то, что таких людей будет больше. Советую всем, кто увидит какую-то информацию об этих лекциях, прийти сюда. Потому что лекции популярны для всех слоев населения, поднимающие нашу духовность, образование, культуру. И если находите какое-то свободное время, чтобы его не проводить даром, приходите на эти лекции. Вам будет очень интересно. И вот я думаю, что вот этот курс лекции, который мы сейчас слышим, он как раз и дает нам возможность ответить на этот вопрос. Почему? И знать, откуда есть пошла русская земля и так далее. И лучше понимать то, что происходит сейчас в России. Почему? Потому что если мы не будем этого понимать, я так думаю, то в конце концов, ну для чего мы тогда живем? Что мы за люди, если мы не знаем истоки наши и куда мы идем? Замечательная лекция. Я крайне поражен, удивлен фундаментальностью материалов. Огромной исследовательской работой, которая была проведена Павлом Владимировичем. Насколько интересны вот эти всевозможные излетописи, взятые какие-то материалы, информации. Все это собрано в одном ключе, значит, из трудных источников. Также Павел Владимирович рассказывает о том, как он ездил, путешествовал. Мы сегодня просто пришла, чтобы как-то собрать уже на склоне лет, собрать опять воедино вот те разрозненные знания, поскольку я музыкант, я, конечно, не специалист. Я много читала, начиная от Иванова, Руси изначальная, от Ратибора и все дальше, дальше, дальше. Но это все равно все не соединяется в систему. И поэтому даже при любом, так сказать, интеллектуальном желании нужно обязательно послушать профессионала, который поможет это сконцентрировать, объединить и подать на таком интересном, ярком уровне, как сегодня Павел Владимирович нам сделал подарок. Вот просто было только введение, но его уже было слушать очень интересно. Так что я ожидаю очень интересного и увлекательного познания. Я кандидат юридических наук, но при этом всегда увлекался и интересовался историей. И обнаружив вот этот курс Павла Владимировича Атулаева, посвященный русскому миру в историческом развитии, я заинтересовался этой темой. И особенно мне понравился именно тот угол зрения и та степень объективности, которая присутствует в этих лекциях, где материал основан на классических трудах и фундаментальных знаниях истории, а не на каких-то мифах. И это меня заинтересовало. И глубина исследования тоже поражает. Поэтому посещаю лекции интересно и очень полезно. Я музыкант, я органистка. Пришла сюда по приглашению Тулаева Павла Владимировича и Надежды Степановны. Очень интересная лекция. Море таких впечатлений очень приятных, поскольку музыка тоже очень тесно связана с историей. Очень было, с удовольствием, просто послушаем. Огромное спасибо. Наши приветствующие. В последние годы, обдумывая происходящее вокруг нас, пришло к необходимости понимания того, что с нами происходит. И тогда стала задача, у кого поучиться. Институтский курс, конечно, был, и он был полноценным, он был советским. Однако же времена идут, и что удивительно, никому не приходит в голову описать, что происходит. История старая ушла, старые курсы ушли, и вот, наконец, мы услышали сегодня анонс нового, современного курса, того, который все мы давным-давно ждали. Он востребован. Анализ того, что происходило тысячу лет назад, конечно, очень интересен. Но нам, людям, живущим сегодня, важно знать, что будет завтра. Ведь главная задача науки – это способность предсказывать будущее. Почему мы и изучаем науки. Поэтому, когда будущее предсказывает профессиональный историк, а возможно это только тогда, когда он занимается настоящей наукой, это прекрасно. И талант Павла Владимировича Тулаева, который продемонстрировал нам вводные лекции и драматизм, и артистическое владение голосом. У него были этапы, наверное, наподобие греческой трагедии. И катарсис был, и в том числе. Поэтому хочется надеяться, и вот я, например, уверен, что его курс будет событием в культурной и научной жизни не только славянского мира. Он, конечно же, найдет внимательных слушателей и учеников all over the world, везде, по всему миру. Потому что талант Павла Владимировича Тулаева, он необходим людям. Я обещаю, что я доведу этот курс до конца, и когда он будет опробован, как говорят, обкатан в этом институте, мы можем выходить на большую аудиторию и на общественность уже российскую. Мы сделаем такой документальный киноотчет, чтобы выставить лучшие фрагменты в интернете. Продолжение следует...